Не зависеть от погоды, паводка и уровня сброса на Волжской ГЭС – все это обеспечит комплексная программа обводнения Волго-Октубинской поймы. Для этого расчищают ереки и озера и строят специальные водопропускные сооружения. Задача – наполнить водные объекты. Шесть сооружений вблизи Краснослободска, а также Клецкого, Красного, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений уже готовы. На очереди еще 17. На данный момент и выполнен монтаж водопропускной трубы, выполнен монтаж гидротехнического затвора. Сейчас выполняются работы по армированию и бетонированию входных и выходных оголовков. У нас две ВПС-ки, у нас порядка 55 человек рабочих, это с механизаторами, и отдельно тяжелые техники, механизмов порядка 14 единиц. Водопропускные сооружения возводят по нацпроекту. Они необходимы не только для сохранения экологии природного парка, работы обеспечить водой дома и участки жителей Среднеоктубинского района, а также местные сельхозугодья. В 2020 году таких сооружений мы построили и сдали в эксплуатацию 6 штук. В следующем, в 2021 наступившем году мы не остановились, продолжаем сейчас работы на других объектах, еще 17 штук таких построим. И в 2022 году еще 7 штук, то есть всего 30 сооружений у нас с вами будет построено, вдобавок к тем, которые мы сделали в прошлых годах. Строительство водопропускных сооружений наряду с расчисткой ереков и озер – одно из направлений целого комплекса мер по сохранению Волго-Октубинской поймы. Вторым этапом станет возведение системы сложнейших гидротехнических сооружений. Идею губернатора Андрея Бочарова поддержало руководство страны, и специалисты уже работают над проектом. Это будет грандиозная стройка федерального уровня. Подобных масштабных работ Волгоградской области не проводилось еще с советских времен. Екатерина Алтухова, Ксения Колоскова, Андрей Цабитов, телеканал Волгоград-1.